Ирина Нахова Московская концептуалистка И одна из главных фигур Уже в истории Российского современного искусства Хочу сперва обозначить Две знаковые даты Это 1983 По 1987 Когда художница В своей квартире на Малой Грузинской Пять лет подряд создавала Пять вариантов своей Инсталляции комнаты Ведь это стало первым опытом Работы с инсталляцией У советских, безусловно Советских неофициальных художников По утверждению авторки Импульсом к созданию комнат В такой закрытой форме Стала гнетущая атмосфера В культуре того времени А еще мне всегда казалось удивительным Что в доме На Малой Грузинской 28 Где Нахова делала свои Инсталляции в своей квартире Внизу находился горком графиков Такое Прибежище советских Около неофициальных художников И эти очереди Эти тысячи человек Которые шли смотреть Советскую графику Проходили мимо окон квартиры В которой находилось Самое новое искусство на тот момент По воспоминаниям самой Ирины Каждый выпуск Ежегодный выпуск Этих комнат Которые монтировались Буквально на 2-3 недели Видела 30, 40, ну 50 человек Вторая дата Это 2015 год И сейчас Откажется Таким же Приветом Из другого времени Как и комнаты Ирина Нахова Выступила с персональным проектом Зеленый павильон На 56-й венецианской биеннале А раз теперь нам Спешить некуда Пока все дома у Антона Мы посмотрим на Раннюю работу Ирины Наховой Я специально выбрал Для выпуска Произведение Которое публично Никогда не выставлялось За почти что 50-летнюю историю Своего существования Это 6-метровая композиция Которую мы будем показывать вам Особым образом С выдумкой Внимательно следите за руками Ирина Нахова Художник, который Традиционно Ее причисляют К кругу Московских концептуалистов И вообще говорят Ну Нахова Это же звезда Легенда Когда мы слышим Это имя Мы сразу вспоминаем О ее знаменитых комнатах Которую она делала В 83-м году Первая комната появилась Когда она превратила Свою квартиру Одно из мест обитания В такой удивительный проект Где просто Все пространство Как бы становилось другим Это не такая Тотальная инсталляция Которая занялась В те же примерно годы Илья Кабаков А именно Погружение зрителя В такое Как бы Головокружительное Иное пространство Вообще Тема пространства Ее всегда интересовала И тема иллюзии И когда зритель входил В эту первую комнату Он как бы Буквально терял Почву под ногами Потому что И пол, и потолок Были равны белыми И те самые линии Которые она носила На такие же Выкрашенные в белый цвет Или застеленные Белой бумагой Стены Они превращались В такую единую картину Это как бы Реализовал мечту Василия Кандинского Войти в живопись Войти в пространство Где все менялось Где ты становился Частью как бы Этого мира Частью картины Но это случилось В 83-м году А в 70-е годы Ира Нахова Занималась Вот такими Живописными алфавитами Она писала Многочастные работы Там такие Целые серии картин В которых повторялся Один и тот же мотив Как правило У нее даже была Такая серия Алфавит Которая балансирует Между абстракцией Фигуративностью Как это принято говорить Поскольку там были Изображены некие Порталы Окна Живопись Нахова Этого времени Можно опознать По определенному колориту Построенному На таких удивительно Красивых Тонких Голубых Пастельных Тонах Таких прозрачных Эти тона Во-первых Немножко перекликаются С тем Что делал Более ранее Или в те же самые годы Виктор Пивоваров Собственно Первый учитель Наховой Потому что Все помнят Из интервью Многочисленных Ирины А она об этом Говорит много раз Что я сто раз повторяла Что то ли в 13 То ли в 14 лет Она впервые попала К Виктору Пивоварову Куда привела Ее мама Которая работала В Дед Гизе А Пивоваров Был известным Иллюстратором И с этого момента Начала посещать Его студию С ним разговаривать И она говорит Не то чтобы Она училась У него рисования Но Собственно Пивоваров Ввел ее В совершенно особый Круг общения Очень рано Так как Она Опять же говорит Я была акселераткой Да И очень быстро Как бы начала Общаться с этим кругом Будущих московских Концептуалистов Вообще звезд искусства Семидесятых У Пивоварова В это же время Тоже есть такие Многочастные Как бы серии Которые Он писал Правда часто Не на холстах А там На листах арголита Писал эмалью И они изображали Залитые светом Плоские Одновременно Пространства Да Плоские вроде бы Одновременно Пространственные композиции В которые Врывались Какие-нибудь Квадратики Появлялись Человечки Вот Нахова В середине Семидесятых Изгоняет людей Из своих картин Она говорит Что вначале Ее интересовали Такие сюрреалистические Как бы сюжеты С такими странными Гомункулосами А вот Во второй половине Семидесятых Она Обращается Вроде бы К такой Знаковой живописи Но одновременно Часто Внутри Этой живописи Оказывается Заимствованной Из искусства Ренессанса Произведение Итальянской Архитектуры Перед нами Такая Ротонда Ротонда Которая становится Блуждающим Героем Этой серии Мы видим Что она Выплывает Из нижнего края Холста В другом Она начинает Множество Это Ротонда Которую мы Целиком Не можем Рассмотреть Нахова Говорит Что ее Больше всего Привлекает Архитектура В картинах Пьера Деля Франческо И Фра Анджелико Но Фра Анджелико В основном Это интерьеры С аркадами У Пьера Деля Франческо Есть Приписываемая Ему Одна Картина Которая Называется Идеальный Город Где В центре Стоит Такая Могучая Мощная Ротонда Действительно Очень Похожая По По строению Там Похожие Окна Похожее Отчленение Пространства Но Она Более Толстая Развитая В ней Гораздо Больше Элементов И Еще Эта Ротонда Наховой Напоминает Нам О знаменитой Картины Рафаэля Обручение Девы Марии С Иосифом Где В центре Стоит Тоже Такой Же Идеальный Образ Идеальный Не Просто Архитектуры А Как Б Некого Идеального Произведения Человеческого Разума Этот Идеал Он В данной Серии Спорят С Кружочками Вроде бы Типично Абстрактными Элементами Но Эти Зеленые Круги И Своей Окраской Особой Которая Построена На неких Градациях Постепенно Восветляемой Части Этого Круга И Палочка Которая Прилеплена К Кружку Указывает На то Что Перед нами Наверняка Практически Стилизованные Деревья То есть Видимо Это Какие-то Ну Превращенные В такой Знак Идеально Округлые Деревца Которые Парят В этом Небе И еще Важное Свойство Пространственного Построения Этой Серии Мне кажется Что их Можно Выстраивать Как по Горизонтали Так и По Вертикали Каждый Холст Имеет Членение Он Как бы Делится Некой Линиями Не горизонта Но Какого-то Какого-то Элемента Пространства Делится По горизонтали Как будто Перед нами Такая смена Времени Дня То есть От розового Рассвета До заката Через яркое Синее Дневное Небо Кажется Что Каждая Из этих Линий Каждый Сегмент Как будто Б ровно Окрашен Но На самом Деле Когда мы Всматриваемся Мы видим Что Ровная Окраска Она Обманчива Потому что Она Состоит Из постепенно Как бы Меняющих Свою Тональность Гладкой Поверхности И тем самым Создается Еще Ощущение Такого Движения То ли В глубину То ли Скорее Сверху Вниз То есть Как будто Меняются Эти планы На предыдущих Двух Работах Из этой Серии Видели Горизонтальные Уходящие Горизонты Как бы Сменяющиеся Планы Горизонтальные Планы То здесь Перед нами Наоборот Они сменяются Такими Вертикальными Полосками И Вы видите Как постепенно Уползают У нас Эти ротундочки Которые Размножились В предыдущей Картинке А тут Они уже Попадают В узкую Полоску Неба И улетают Как такие Воздушные Шарики Из этого Пространства На ножках А наоборот Деревья Или эти Зеленые Круги Становятся Главными Героями Которые Ползают Придавая Геометричность Этой композиции Но при этом Очень интересно Что Нахова Как бы Не соблюдает Одинаковые Дистанции Поскольку Здесь у нас Деревца И ствол Этого дерева Такая тонкая Ниточка Как ниточка Шарика То дистанции Останется Больше А верхние Деревья Они как будто бы Вплывают Опять В наше поле То есть Мы говорим О том Что здесь Есть постоянный Эффект Движения Очень важно Что вообще Нахова Очарована Историей Культуры И очень любит И на всю жизнь Сохраняет Эту любовь Как к античности Так и к Ренессансу Который будет Проявляться Выплывать у нее В различных Инсталляциях В ее знаменитой Инсталляции Друзья и знакомые Которые Она озвучивает Голосами Друзей Где Вместо Этих друзей Появляется Пальто На манекенах А на пальто Изображения Различного рода Античных Скульптур И статуи Так же Как в инсталляции Кемпинг Где появляются Античные И средневековые Такие скульптуры С средневековых Надгробий И Ренессанс Он никогда Не уйдет Из ее Работ Которые Тоже Постепенно Обретут Объем И форму И превратятся В такие инсталляции С надувными Скульптурами Как в сцене Благовещения Например С летящими Надувными Которые Надуваются По мере Приближения Зрителя И вот Мне кажется Что вот Эта вот Работа Как бы С пространством И со зрителем Она заметна Уже В этой серии Очень явно И очень хорошо Давайте поговорим О периодах В творчестве Ирины Наховой Тут можно Опять вспомнить Виктора Пивоварова Да Мы уже сказали О том Что Как бы Вот у нее Возникают Прямо С самой ранней юности Такие точки Соприкосновения И она явно Находится Под обаянием Пивоварова Что он для нее Был таким Целым миром Целым открытием И помимо Вот неких Такого Сходства И таких Ассоциативного Ряда С такими Закрашенными Ровно Плоскостями Изделением Ну что касается Периодов Творчества То интересно Что живопись Ей сопутствовала Всегда Вначале У нее были Такие Сюрреалистические Картинки Аля Такие Иллюстрации Придуманным Ей же Самой Таким Как бы Неким Сериалом Потом Эти человечки Уходят Из ее Картины Замещаются Или абстрактными Знаками Или архитектурой Такими Как бы Формулами Которые парят В этом пространстве Потом Наступает Период Комнаты Это ее Первый выход Как бы Шаг Из живописи Первый шаг В трехмерное Пространство Которое Она полностью Трансформирует И эти комнаты Как известно Продолжаются На протяжении Пяти лет Каждый год Она На неделе Переоборудует Свою жизнь Совершенно И превращает Пространство Обитания В произведение Искусства Она уезжает Из России После уже Сотбиса И впервые Начинает Выставляться За границей В Европе И в Америке И я думаю Что там Как раз Появляются Впервые Ее Такие Трехмерные Объекты Уже Не Environment В который Она погружает Зрителя А напротив Объекты Которые Постепенно Стали Интерактивными То есть Они работают На зрителя Они с ним Возаимодействуют Потом Возникает Тема Исторической Памяти И она Получила Как раз Премию Кандинского В 2013 Году За большую Инсталляцию Которая Была Связана С темой Истории Страны Как бы Самым Впечатляющим Было Такое Большое Живописное Панно Руководящий Состав Где Вместо Лиц Были Эти Надувные Шарики Которые Драматическим В ее Судьбе Когда Собственно Умирали Ее Родители И она Создает Пронзительные Образы Портреты Мамы И папы Таких В их Уже Очень пожилом Возрасте Практически Предсмертные Портреты Где Появляется В ее Искусстве Такое Очень Трагическое Ощущение Реальности Вот эти Вот Картины Когда На тебя Смотрят Эти Люди Которые Как будто Растворяются В пространстве Они Вообще Оказали Влияние Тогда На ее Живопись Ее Сознание У нее Появляются Картины Которые Начинают Показывать Вот Это Как бы Некое Такое Разложение Реальности Разложение Жизни Ну и Дальше Охваченная Вообще Восприятием Того Что творится Сейчас В мире В полном Катастроф Она Начинает Создавать Такие Впечатляющие Видео Инсталляции Которые Часто Тоже Сочетаются С картинами Да Где Мы Видим Просто Эти Толпы Людей Какие-то Демонстрации Разгон Демонстрации Катастрофы Катаклизмы Интересно Что Видит Она Тоже Соотношение С Живописью Ренессанса Но только Уже Не гармоничной Живописью Франжелик Или Пьера Деля Франческо А живописью Такого Позднего Тинторетта Когда Вот этот Мир Несется В тартарары И вот Это Мне кажется То Что Сейчас Увлекает Иру Нахову И то На чем Она Продолжает Работать Хотя Концептуализм Сложно Упрощать Но Если Коротко О чем Творчество Наховой О чем Творчество Наховой Ну Оно Все время Как бы Меняется Ее Суть Ее Творчество Но Сейчас Мне кажется Это Больше Как бы О Сложности Этого Мира О Такой Драме Трагедии О зоне Опасности Я думаю Мне кажется Что у нее Произошел Перелом Вообще На самом деле После 11 Сентября Это было Очень мощным Потому что Она жила На Манхэттене Тогда И Это все Она пережила Воочию У нее Стало более Драматичное Восприятие Мира Которое Все более Усиливалось С течением Этих лет Как раз В то время Мне кажется Это было Таком Изучении Как бы Анализе Искусства Его инструментов Его Орудия Можно сказать Его возможностей Вот в этих Ранних работах Потому что Она говорит Вообще Как будто Препарирует Искусство Живописи Как некой Пространственной Иллюзии Которую Она Рассматривает Через Такие Простейшие Элементы Но Единственная Тема Которая У нее Всегда Остается Это Вот эта Тема Освоения Пространства И это Для нее Всегда Важно Просто Само Пространство Меняется От Такой Гармонии И скользящему Взгляду Как бы Перетекающих Как будто Бы Элементов И эпох До Такого Стремительного Ускоряющегося Ритма И Такого Ощущения Катастрофического Падения Или Там Безудержного Полета За которым Ты не Успеваешь Вот это Для нее Мне кажется Это такая Постоянная Величина Ее Искусства Вы знаете Мы все время Говорим Про Искусство Про Работы Про Художников А можете Рассказать Как они Вместе Тусовались К счастью У Иры Наховой Есть много Интервью Которые Она давала Разным Друзьям И поэтому Мы узнаем Ну не так Много Может быть Она все время Говорит Что они все время Говорили об В искусстве Но мы знаем Только Что она Очень рано Ушла Из дома Да Собственно В 16 лет Она Стала жить Самостоятельно Она встретилась С Андреем Монастырским Который Был Тогда Поэтом Прежде всего И Это был Такой Безудержный Интеллектуальный Круг И одновременно Я думаю Очень веселый И вот Они начали Жить вместе Она Вошла В пространство С одной стороны То есть Пивоваров Чуть Более Старшего Поколения С другой Стороны Монастырский И Когда Она Получила Квартиру В Том Знаменитом Доме Малой Грузинской Судя По фотографиям Которые Мы Видели С вами Тоже В том Числе Фотографиям Георгия Кизи Вальтера На Вот Этой Выставке Посвященной Мастерским Они Устраивали Разные Костюмированные Такие Шоу Некие Живые Картины Странные Действа Переодевались В разные Костюмы Которые Тут же Фотофиксировали Преобразование Ее комнаты Преображение Она тоже Была Поводом Для того Чтобы Собрать Друзей Которые Были Одновременно Зрителями Я думаю Что Они Весело Тусовались Но Она Рассказывает О том Что И То Что Мы Читаем Все Что Это Было Очень Интенсивное Общение Что Ложилась Спать Она В 4-5 Утра Могла Работать Ночью Могла Просыпаться Да Там Потом Работать То есть Это Было Такое Время Интенсивной Работы Интенсивное Общение Я думаю Весело Все Таки Потому Что Монастырский По-моему Очень Любит Танцевать Судя По Записям Уже В позднем Мастерской Кабакова Наверное Потому Что Смотрите Монастырский Потом Осип Бакштейн Который Как Известно Тоже Большим Танцором Судя По Его Танцам С Ольгой Львовной Свибловой Вообще Женщин В советском Неофициальном Искусстве Было Очень Мало Но Женщин Концептуалисток Просто Наверное По пальцам Одной Руки Елагина Герловина Нахова Мне кажется Что Вот эти Три Фигуры Это Самые Самые Яркие Самые Мощные И Причем Они Очень Оригинальные Они Совершенно Не похожи Друг На Друга Вообще Мы Не можем Назвать Это Женским Искусством Совершенно В основном Вот Художницы Эти Они Не любят Когда Называют Художницами Они Говорят Что Художник Это Такая Профессия Как бы На века Она Без Некого Пола Они Никогда Не Занимались По-моему Мне кажется Такими Чисто Гендерными Проблемами Несмотря На Инсталляции Елены Елагиной Там Чистая Детская Да Это Все Все Таки Скорее Исследование Языка Исследование Советских Реалий А это Не Проблемы Женского Труда Или Женской Доли Или Борьбы За Эмансипацию Они Совершенно Самодостаточные Очень Мощные Фигуры Которые Часто Вели За Собой Своих Спутников И Как бы Побеждали В чем То Их Продолжение следует